Будущее за IT-технологиями. Понимание инноваций и современной техники к детям приходит гораздо быстрее. Все больше школьников увлекаются новаторскими идеями. Во 20 школьников действует 12 лабораторий, в которых преподают 33 кружка. Ежегодно более 900 детей самостоятельно разрабатывают инновационные проекты. Кабинет робототехники и мехатроники, кабинеты лего, электроники и электротехники, сборка дронов и другие. В этом году набор по IT-направлению составил 938 детей. Многие из них участвуют в создании инновационных проектов. Одна из последних новаторских разработок называется «Прототип дистанционного опрыскивателя для растений». Проект участвует в конкурсе, результаты станут известны в скором времени. Республиканский конкурс у нас проходил недавно. По итогам судьи сегодня подводят итоги. И суть этого проекта – автоматическое дистанционное опрыскивание удобрением растений. То есть поверхность растений, либо в корневую часть опрыскивания. То есть на данный момент, 21 век, мы все идем к цифровизации. Кирилл Малиутский занимается робототехникой уже не первый год. За это время разработал не одного робота. Одна из значимых его работ – робот для обработки полей. Сейчас он программирует робота-паука. Я собирал роботов, которые могут ездить, программировал. Писал программы для того, чтобы на дисплей выводилось что-то, чтобы можно было перепрограммировать ключ для открытия домофона. Во дворце школьников дети не просто изучают конструкторы. Каждый в конце года должен показать свой проект. Это может быть групповая разработка или индивидуальная. Для маленьких изобретателей это уже достижение. Наталья Итова, Рейнбек Дагужаев, Служба новостей.